По поводу АКУМ. АКУМ тоже смягчил свою риторику по отношению к России. И это тоже хорошо, потому что нам нужны хорошие отношения с Россией. Но в то же время мы должны иметь, когда господин Чубашенко говорил о визите Папецку в Москву, он с маленькой долей упрек, как говорил о том, что там сделал Папецку. С моей точки зрения, он все сделал правильно. С точки зрения национальных интересов Республики Молдова, нам действительно нужно разобраться с Россией. Что там с этим присутствием войск в Молдове? Каким образом Россия выстраивает с нами экономические отношения? И почему она использует экономическую и торговую дубинку против Молдовы, заставляя ее делать соответствующие уступки в политической сфере и прочее. Все это нехорошо со стороны России. Но посмотрим, как это будет продолжаться дальше. Было бы очень хорошо, если бы президенты и правительства, они каким-то образом объединили свои усилия и более слаженно работали в внешнеполитическом плане. Это несомненно. Пока этот разнобой продолжает чувствоваться. У них как бы разделение труда. Додон работает на московском направлении, а кумовцы больше работают на западном направлении. Казалось бы, в этом есть свой резон. Вы знаете, я с очень большим интересом жду выступления Додона в ООН, которое должно состояться, по-моему, 24 числа. Министр Папецко сказал, что речь Додона с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке будет согласована с Министерством иностранных дел. Интересно, как они сумеют расставить акцент. Ведь там есть масса вопросов, в которых они расходятся принципиально. Например, по поводу присутствия российских войск в Молдове. Молдова во времена Плахотнюка в ООН выступила очень четко и заявила, что войска должна оттуда отступить, что, кстати, вызвало большое недовольство Москвы. Интересно, что сейчас будет делать Додон в этом смысле? Он что, откажется от того внешнеполитического заявления чрезвычайно принципиального Молдова, которое мы сделали на прошлом заседании Генеральной Ассамблеи ООН? Потом очень интересно, каким образом будет решаться вопрос о взаимоотношениях с Украиной и с Румынией. Это же наши главные соседи. Румыния вообще наш главный экономический партнер. И в этом смысле, опять-таки... О, извините. В этом смысле очень важно, что... А я подозревал, что я его выключил. Да. В этом смысле очень важно понять, а сумеет ли нынешнее правительство с президентом договориться для того, чтобы проводить согласованную политику в интересах Молдовы. Или, может быть, все-таки лучше пойти на досрочные выборы, и пусть народ решит, кто должен, так сказать, иметь главное слово в нашей политике. Те, кто ориентируется на Запад или на Россию. Потому что воленс-ноленс. Молдова – это разделенная страна. И это реальность. И от этой реальности... И, наоборот, эту реальность можно исправить вот такими очень странными конструкциями политическими, которые являются нынешние, так сказать, нынешние яс-правящие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok